Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». В последние дни сентября историки отмечают 80-ю годовщину события, вписавшего в современную европейскую историю еще одну противоречивую, но от этого не менее трагичную по своей сути страницу. Речь идет о так называемом Мюнхенском сговоре. Что произошло в сентябре 1938 года и почему об этом надо сегодня говорить? В этом и не только нам помогут разобраться историки. Наш частый гость – историк, доктор философских наук Борис Шаповалов и его российский коллега, доктор исторических наук Александр Шубин. Здравствуйте! 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 Многие историки утверждают, что именно сентябрь 1938 года, а не 1939-го, стали стартом Второй мировой войны. Именно по причине политической сделки ряда европейских стран по разделу Чехословакии. Я вычитал, во всяком случае, я как потребитель исторической литературы увидел вот такую точку зрения. И именно эта политическая сделка европейских стран с гитлеровской Германией стала как бы таким толчком к пониманию того, что Вторую мировую уже не именовать. И эта сделка называется Мюнхенским сгорум. Почему такое внимание именно к этому событию? Я бы сказал, что это одна из важнейших причин Второй мировой войны. Мы помним, что была война в Испании в этот момент, шла война в Китае, которая втечет во Вторую мировую войну. Но, конечно, агрессия гитлеровская в Европе, она развивалась именно на этом направлении. И в марте 1938 года был аншлюз Австрии, который съели союзники Австрии, в общем-то, гаранты Версальской системы. А потом настала очередь Чехословакии. И вот здесь очень интересно, что Москва в кои-то веки, вот это действительно классический случай, когда Москва была полюсом добра. Потому что именно Советский Союз боролся за защиту той системы международных отношений, за коллективную безопасность, а Чехословакию предали все ее друзья и союзники. Но куда апеллировал в то время Советский Союз? В какие организации? От кого требовал, допустим, влияние на ситуацию в Европе? Очень интересно, что Советский Союз изначально был вообще-то критиком международного порядка в Европе. Потому что Версальский мир был недостаточно справедливым, это все признавали. Но потом... Это по итогам Первой мировой войны? По итогам Первой мировой войны. Но советское руководство решило, что для безопасности нашей страны, особенно в условиях, когда Гитлер пришел к власти в Германии, нужно войти в Лигу наций и начать играть строго по тем правилам, которые существуют. То есть, честно, Москва это сделала. А все остальные начали мухлевать и пересматривать эти правила. Обсуждать должны были в Лиге наций. Это было главное место, ну как сейчас Совет Безопасности ООН, должны были там обсудить, решить. Если сдвинуть какую-то границу, должно было быть общее решение. Вместо этого из Лондона, так сказать, ушат холодной воды на голову Сталину отправился, что без вас обойдемся, сами решим. И великие державы начали перекраивать Европу, Великобритания, Франция, Германия и Италия, отодвигая Советский Союз и за счет Чехословакии, которая это непосредственно касалась. Это, конечно, был слом системы международных отношений и прямая дорога к войне в Европе. А почему были претензии у Германии именно к Чехословакии? И вот какова цель, на ваш взгляд, какую цель преследовали те европейские страны, которые позволили Гитлеру получить эту территорию? Ну, Гитлер, как говорится, нагло лгал. Он говорил, что его задача просто объединить немцев в одном государстве, поэтому мы хотим судеты. Судетская область Чехословакии, на территории которой были их оборонительные сооружения, значительная часть их промышленности. И, собственно, вот передача судет потом оголила Чехословакию, Гитлер ее съел в марте 1939 года и не поперхнулся. Поперхнулись как раз лидер Великобритании Невил Чемберлен и лидер Франции Эдуард Ладье, которые думали, что, как Гитлер утверждает, это моя последняя претензия к Европе, вот отдайте мне эту полосочку, и я вообще от всех отстану. Его предупреждали. Литвинов говорил министру иностранных дел Галифакса, что вы совершенно напрасно доверяете этим утверждениям Гитлера по всем разведывательным данным, по всей вообще ситуации, по его идеологии. Он на этом не остановится. Галифакс хихикал. Потому что, когда это совершилось, английские дипломаты просто нагло говорили послу Майскому, что, ну, следующая задача, которой займется Гитлер, это украинский вопрос. Всем хотелось сплавить Гитлера туда, этого опасного Гитлера, агрессивного, вот в сторону Советского Союза, сделать из Советского Союза большой Китай и умиротворить Германию за счет вот этого огромного пространства. Пусть-то вот японцы доедают Китай, Гитлер съест Советский Союз, у британцев огромная колониальная империя, у французов огромная колониальная империя. Вот четыре державы будут довольны, и как бы мир воцарится во всем мире. Это было, с одной стороны, наивно, но, с другой стороны, зловредно. И мы понимаем, что вот за наивностью часто стоит такой имперский эгоизм. Это и сегодня, в общем, мы наблюдаем. Ну, вот кто участвовал в этой сделке, какие страны? И тогда второй вопрос. Роль соседней Польши в этой ситуации? Ну, во-первых, давайте мы напомним нашим зрителям, что первоначально Великобритания и Франция подтверждали. Франция свои союзнические обязательства, у нее был с Чехословакией военный договор. Великобритания имела особое отношение вместе с Францией. Если Франция вступает в войну, Великобритания тоже вступает в войну. Но на самом деле Чемберлен манипулировал французами. Французы просто панически боялись новой войны. Они выдержали на себе значительную нагрузку Первой мировой войны. Англичане гораздо меньше. И Чемберлен, так сказать, манипулировал. Он хотел сделать Францию немножко послабее, Германию-то приподнять, дать ей возможность вооружиться и, как третий смеющийся, быть на балансе. Но Советский Союз в это не вписывался. Советский Союз мешал этой сделке. Поэтому они хотели, Великобритания и Франция, договориться с Германией и Италией за счет Чехословакии. И они это сделали как раз 29 сентября 1938 года. Но до этого момента была военная тревога, когда они реально угрожали ударить по Германии, если Гитлер будет хулиганить. Вот так. И Чехословакия собиралась вроде бы сопротивляться. Там же митинги были огромные в поддержку сопротивления. И Советский Союз вывел просто 270 тысяч войск на свою западную границу. Подготовил почти 500 самолетов для того, чтобы перебросить Чехословакию. Опыт такой был уже с Китаем. Опыт был, как мы знаем, и в Испании. Достаточно богатой борьбы с фашизмом уже у Советского Союза. Но проблема заключалась в том, что Польша и Румыния не давали прохода советским войскам. Причем Польша категорически, а Румыния колебалась. Очень многое зависело от Франции. Румыны так говорили, что если бы Советский Союз признал Бессарабию за нами, то нет проблем. А так они придут и не уйдут. Вот в этом угроза. Франция стала давить на Румынию, но давила мягко. Им тоже не хотелось всерьез ввязываться в большую драку. А поляки сказали, что ни одного солдата, ни одного самолета через нас не перелетит. У них вообще в 1934 году было соглашение с Германией, как бы пакт о ненападении. На самом деле это были довольно близкие отношения. Был договор военной помощи с Францией, был советско-французский договор 1935 года и советско-чехословацкий договор, но с важной оговорочкой, которую мы знаем, только если Франция окажет помощь, потому что Сталин боялся капкана. Эти, значит, Тадаладье и Чемберлен будут ему аплодировать, давай атакуй Гитлера, он атакует Гитлера. Или Польша с Германией атакуют Советский Союз, начнется заваруха на востоке, они не поддержат. И что тогда? И тогда мы оказываемся просто один на один. Война Европы против СССР. Да, война Европы против СССР. Вот тогда такой вопрос. А Чехословаки были в состоянии противостоять, например, вот если бы они не согласились пойти на уступки, противостоять, вооруженным путем отстоять свою территорию? Были. Да, сегодня. Борис, давайте вы. Дело в том, что чехословацкая армия, она считалась одной из лучших в Европе в тот период времени. Селезия же входила в состав Чехословакии, а это же огромный потенциал. Да, это огромный промышленный потенциал. Там было большинство военных заводов, больше половины заводов горной промышленности, металлургические, все комбинаты вот как раз находились в Судетской области, о которой шла речь. И чехословацкая армия была очень сильная. И, в принципе, по мнению военных того времени, она самостоятельно могла противостоять Германии. Почему? Потому что на границе с Германией шли три линии обороны. Очень хорошо. Укреплена граница. А проблема была с границей Венгрии и с границей Польши у Чехословакии. Там не было оборонительных сооружений. И если Польша и Венгрия подключались, а что, в принципе, и грозило в итоге. Если они подключались к этому совместному действию против Чехословакии, то вообще линия обороны увеличилась где-то приблизительно на 3,5 тысяч километров. Ну, конечно, вот такую уже нагрузку чехословацкая армия выдержать не могла. Но, если бы Франция выполнила свои обязательства и Советский Союз, а Советский Союз, вот Александр сказал, там действительно сконцентрировал громадную силу. Ну, танковый корпус, по-моему, 9 или 10 танковых бригад, 10 стрелковых дивизий, кавалерийские дивизии. Там была большая и мощная группировка. И, в принципе... Более 2 тысяч самолетов. Да, да. И, в принципе, и, в принципе, по заявлениям советских руководителей, советские войска и советское руководство были готовы на то, чтобы пройти коридором через Польшу или через Румынию, если понадобится, как крайний случай. И об этом вот они чехословацкому президенту Бенишу заявляли. Но здесь меня, вы знаете... Но если их пропустят, то... Да, да. Но здесь меня поражает весь цинизм всей вот этой ситуации, связанной с Мюнхеном. Ну, вот давайте так. Вот представьте. Собираются 4 руководителя европейских стран. Две из них это фашистские, с которыми, ну, как бы не рукопожатные, да, уже в то период времени. Вы имеете в виду Германия и Италия? Да. Ну, это мы сейчас знаем, что они не рукопожатные. Чемберлин прекрасно, все эти руки жал, да, все было хорошо. Германия и Италия. И они договариваются, образно говоря, с западными демократиями, с Францией и с Великобританией, о том, что они, не приглашая на эти переговоры Чехословакию, о которой идет речь, о Советском Союзе вообще не шла речь, то есть они этот момент полностью игнорировали, они делят чужую страну между тремя государствами. Ведь выигрышами в результате Мюнхенской сделки оказались Германия, которая получила Судетскую область, самую промышленные отношения развиты, Венгрия, которая получила Южную Словакию и Закарпатскую Украину. Закарпатскую позднее. Да, да, Закарпатскую, ну, позднее, да. И Польша, они получили ряд районов Силезии, ну, в первую очередь, и Тешинскую область. То есть, видите, четверо договаривались о разделе, три получили какие-то свои преимущества, и в итоге Чехословакия в результате вот этой сделки, ну, это вообще беспрецедентный случай в истории, она потеряла одну пятую своей территории и одну четвертую население. Ну, вот о той проблеме, о которой мы говорили, да, действительно, конечно же, формально, если послушать тогда Гитлера, то, казалось бы, какая-то логика в его словах была. 10 миллионов населения Чехословакии, из них 3,5 миллиона немцы. Из этих 3,5, 2 миллиона 800 тысяч в Судетской области. Мол, как пактное проживание, культура, автономия, вот Чехословакия не уделяет внимания развитию, то есть, вот такая подоплека ставилась. И, конечно же, здесь могли поступить по-разному, ведь предлагалось и конференцию провести международную. Пребесцит, но, во всяком случае, уже была известна такая форма демократии. Но Гитлер четко ясно понял, что руководители Англии, Великобритании и Франции, они согласны на уступки. И вот он, то, что он требовал, он получал. А чем больше получаешь, тем больше хочется. Вот, и все это, конечно же, на сегодняшний момент, но вот я, например, отношусь все-таки к той группе историков, я понимаю, что, может быть, это не совсем верно, но я считаю, что именно Мюнхен является началом Второй мировой войны. Да, она сначала втихую начиналась, вот таким вот образом, но фактически вот это то начало, которое... Тем больше громким образом она уже началась в Испании. Ну, да, да. Уже начинает дальше рассматривать. Где, кстати, Франция сыграла очень злую роль. Сталин уже знал, с кем он имеет дело. Когда он вот ломился на эти переговоры, он понимал, что эти сдадут, потому что уже был опыт Испании. Действительно, если вот обратиться к цифрам, у Чехословакии против Германии было 25 дивизий против 37. Но очень хорошая линия укрепления. Они не рассчитывали, что они удержат, но у них был план поэтапного отступления. И если бы полтора миллиона французских войск, которые они даже мобилизовали в сентябре, у них уже были эти войска, если бы нанесли удар по Германии, как говорится, с тыла, Германия не имела никаких шансов это удержать. Что касается Польши, то Польша понимала, что сейчас... Советский Союз отозвал пакт о ненападении 23 сентября. То есть это очень решительная мера. Поляки понимали, что если начнется большая война, вообще лучше сидеть в стороне. Возможно, они бы даже не влезли в этом отношении. Но у них никогда не получалось. Ну, потом мы знаем, 1939 год, да. Поэтому в этой ситуации просто можно было напугаться и не поддержать Германию, потому что слишком расклад-то не в пользу Германии. Поэтому ситуация была оптимистичной. Но вот возникает действительно вопрос, чего здесь больше, злого умысла или наивности? Ведь в итоге мы знаем, что Франция пострадала категорическим образом. А Чемберлен лично пострадал, потому что в марте 1939 года, когда Гитлер, не выполнив Мюнхенских соглашений, аннексировал таки Чехию. И стало ясно, что вся вот эта... Полностью. Да, идея. Кстати, поразительно, что вот мы называем западной демократией. У них логика полуфашистская, что люди должны жить в том государстве, на языке которого они говорят. Это же националистическая логика. Где ваши демократические принципы? Где то, что люди... Референдумы... А сегодня Меркельская полиэтничность, много националистов. Где ваша полиэтничность? С референдумом тоже уже все понимали. Важно, чьи войска стоят. В Австрию Гитлер вошел, он провел референдум на ура. Там все проголосовали за аншлюз. Австрийцам некоторым стыдно за это, но они голосовали за аншлюз. Потому что вот эта эйфория, что теперь все наладится. Ничего не наладится, будет только хуже. Зачем гитлеровской Германии все это нужно было? Вот это выполнение обещаний Гитлера о том, чтобы вернуть немецкому народу гордость, пострадавшего в результате Первой мировой войны? Было две задачи. Первая. Все немцы должны жить в рейхе. Причем, если есть какая-то извилистая граница, ее нужно спрямить и выкинуть лишних. То есть, это вот эти этнические чистки у него в голове были уже тогда. Он это даже не очень скрывал. Потому что они же взяли больше у Чехословакии. Они взяли территорию со смешанным населением, выкинули оттуда чехов, оставив имущество. Имущество не уносить. Оставили имущество. Даже на это согласились англичане? Но Литвинов предупреждал Галифаксову. Это тогдашний министр иностранных дел. Министр иностранных дел. Да, нарком иностранных дел Советского Союза. Ну, естественно, это, как можно сказать, советское руководство предупреждало. Что вы должны понимать, его задачи экономические. Они вот зрели в корень в этом плане, что Германия не может выйти по существу из Великой депрессии. Тогда же еще продолжалась Великая депрессия. Ну, как бы, искали выход из экономического кризиса. Германия не остановится на этом. И там понимали, что не остановится, но думали, что пойдут на восток. Что будут решать как раз проблему вот этой прикарпатской Украины, которую специально на развод кусочек оставили, венграм не отдали. Там было автономное правительство, которое хотело, как выражались в Кремле, значит, Букашка хочет присоединить к себе слона. Так сказать, вот всю остальную Украину будут какие-то польские, германские договоры, договоренности, как разделить территорию, может быть, обменять Литву на Галицию, что будет такая марионеточная Украина про Германское. Гитлер на самом деле этого не собирался делать, мы сегодня это знаем. У них были иллюзии, он их подпитывал иллюзии. Да, я пойду на восток. А потом он развернулся и укусил руку дающую. Не просто укусил, а откусил. Откусил, да. Еще один момент, почему Гитлер это делал. А Чехословакия была промышленно развитая страна. Да, экономика. Это была сильная экономика. Насколько я знаю, заводы Шкода выпускали продукцию больше, чем все заводы Великобритании. Военные продукции были. И, кстати, танки, чехословацкие танки, чехословацкая сталь была лучшей в годы Второй мировой войны. И немцы это использовали. И, конечно же, помимо этого они получили все вооружение чехословацкой армии, танки, которые они использовали потом при нападении. В 1941 году. Да, в 1941 году на Советский Союз. Там, по-моему, что-то до 40%, но одна треть танкового клина немецкого, это было все чешского производства. Кстати, чехи искренне хотели сотрудничать с Советским Союзом. Вот когда заключили этот договор 1935 года, маршал Егоров приезжал, были налажены сотрудничества по линии разведки, технологического сотрудничества. Называли откровенно, так сказать, наши друзья. Я имею ввиду, советское даже руководство закрыто. Такие обвинения сыпались на руководство Чехословакии. Да, оно маневрировало. Бенош, вообще говоря, президент Чехословакии, он маневрировал. Он из, так сказать, старых антисоветчиков. Был же еще Чехословацкий легион, который напал, можно сказать, на советскую страну в 1918 году. И Бенош и Масарик были организаторами этого всего. Но теперь он хотел очень дружиться. Вообще они все, кто воевал с советской страной в 1918 году, очень хотели дружиться. Майский дает отчет о беседе с Черчиллем, который, значит, посол Майский, а Черчилль тогда еще в оппозиции. Черчилль подсиживает вот как раз Чемберлена и крах политики вот этого умиротворения приведет к тому, что Черчилль станет тем Черчиллем, которого мы знаем. Так Черчилль, значит, как пишет Майский, переходя с вина на коньяк, беседа очень откровенная, начинает объяснять, но мы же не знали в 1918 году, что вы представляете русский народ. Нам белые говорили, что они представляют русский народ, а теперь мы другие. То же самое говорит Бенош. Я вас очень люблю. Вот Тухачевского расстреляли, правильно расстреляли, наверняка заговорщик, значит, лишь бы понравиться. И наш полпред Александровский, он в Чехии, ну да, в Чехословакии, он дает такие зарисовки, что вот Бенош весной 1938 года, такой балагур, живчик, так вот все у него, значит, он во всем разбирается, геополитическое мышление. В августе сломленный, пессимистический человек, он понимает, сейчас придется воевать с Германией, его все предадут. Вот он не верит в свои 25 дивизий, он думает, что сейчас это все плохо кончится. И все обилийское окружение наверняка рассмотрел. Да, и он публично, они говорят, вот министр иностранных дел Чехословакии Крофта, что Советский Союз делает больше, чем должен делать по союзному договору. Это правда. Но одновременно Бенош говорит послу Британии Ноксу, что для нас союз с Советским Союзом только постольку ценен, поскольку он ценен для вас. Если Франция и Великобритания потеряют интерес к Советскому Союзу, то и мы его потеряем. Знаете, вот это двойственное все-таки нутро, он мечется, даже его жалко по-человечески. Ему, кстати, судьба отомстит, когда коммунисты придут к власти, они его, значит, уберут с президентов, но это будет уже после Второй мировой войны. Но вот он такой двойной человек, и очень многие не хотят воевать. Здесь полно сообщений идет в Москву, что чехословацкая элита боится бомбардировок, которые нарушат их собственность. Вот вам объяснение, почему они не попросили помощи. Видите, еще раз заказывать, чего боишься, давай получать. Что же это, как у нас в 18-м году с решением Сватулы Церии. За присоединение голосовали русские помещики здесь. Чтобы сохранить свою недвижимость. Потому что, конечно, Прага будет разрушена бомбардировками, не дай бог, и вот дрогнули. Да, и даже в ночь, вот с 30-го на 1-го, вот Беныш дважды обращался в Москву через посла. И вот выполнит ли Россия, ой, Россия, я говорю, Советский Союз. А, кстати, они назвали Россией, честно. Да, да, Советский Союз свои обязательства, ведет ли он войска и так далее. И его же предало свое правительство. Потому что Беныш думал одно, обращался за помощью, а правительство решило. Ну, там было, когда уже стало... Заступлюсь, там Сырова пришел. Кстати говоря, тоже легионер, который воевал у нас тут в Сибири. Вот, и он был настроен так довольно решительно. Но элита, она шире правительства. Да, конечно. Было оказано давление довольно серьезное, что надо подчиниться. Да, и последнее слово было за Бенышем. В общем, ну, здесь нельзя отрицать, он согласился подписать эту капитуляцию. В итоге Чехия не воспользовалась этим договором союзническим, с Советским Союзом. И чего же все-таки, на ваш взгляд, было больше в этой ситуации? Трусости, подлости, наивности, предательства? Ну, всех понемножку, да. Тут же масса фигур разных. Вот, французы... С матрачей стороны, конечно. Да, французы, они простили своего доладея. Он после Второй мировой войны даже избирался депутатом, оставался политиком. Он это объяснял так, что его, так сказать, Чемберлен попутал. Потому что он-то хотел сражаться, но сражаться без такого сильного союзника, как Великобритания, не хочется. Да, без Великобритании, они поддержали. На самом деле, во Франции тоже были такие же разговоры, как и в Праге, что мы проливали кровь Первой мировой войне, в общем, бессмысленно. Ну, мы все знаем, что Первая мировая война была такой, так сказать, империалистической, в общем... И зачем нам сейчас за Чехов подписываться? А тут, ну, Гитлер. Ну, он хочет, чтобы немцы жили в одной нации, в одних границах, в одном государстве. Мы действительно уязвили эту Германию с Версальским договором. Ну, может быть, вот все как бы обойдется? Успокоится. Да, на мой взгляд, Чемберлин был более зловещей фигурой, потому что он хотел быть таким великим манипулятором Европы, играя на балансах, вместо того, чтобы отстаивать международное право, входить в положение то Гитлера, то Даладьева. Но просчитывал ли он перспективу? Ну, он просчитался, как мы знаем. В итоге, да. Его, знаете, интересный такой момент, вот я заметил, пишу в книгах, посвященных истории Украины, украинский фактор тут сыграл, иногда на меня даже украинские авторы обижаются, что 15 марта 1939 года, как только Гитлер захватил Прагу, Чемберлин выступил очень спокойно. Ну, это как бы изнутри произошло, чехи как бы сами попросили Гитлера прийти, ну, под давлением, естественно. И через два дня бешеная речь, что случилось? А за этот промежуток венгры захватили Прикарпатскую Украину, стало ясно, что Гитлер скормил Прикарпатскую Украину союзникам, он не собирается идти на восток. Вот тут-то и похолодело. Вот тут-то он понял, что вся его игра провалилась, и что Черчилль скоро придет ему на смену, потому что Черчилль был за решительную. Да, Гитлер пойдет через Ламач. Да, 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 вот тогда, да. Ну, было поздно уже. Ну, смотрите, вот вы говорили о том, что французы сполна заплатили за свою, ну, по-моему, наивность или двоякую позицию. Судя по всему, и Польша, в общем-то, когда усматривала возможности о том присоединении к себе части Чехословацкой территории, в последствии, в общем-то, оказалась стороной пострадавшей. Вот роль Польши во всем этом в Мюнсенском сговоре, и каковы последствия ее роли? Ну, здесь нужно назвать имя Юзефа Бека, который не был диктатором или президентом, или премьер-министром, он был министром иностранных дел, но польская политическая конструкция была такая, что именно он решал эти вопросы. Он вообще был германофилом в 1934 году. Есть, опять наша разведка постаралась, мы теперь читаем в архивах, как они глумятся над Луи Барту, премьер-министром иностранных дел Франции, который выступает за систему коллективной безопасности вместе с германским послом Мольтке. То есть, абсолютные друзья, ничего мы не будем поддерживать, ни одного русского солдата не ступит на землю Речи Посполитой. Крайняя самоуверенность. Когда в 1939 году уже холод над ними навис, и когда уже они понимали, что возможна война с Германией, когда Великобритания и Франция продолжали им вешать лапшу на уши, что мы вас поддержим, а если бы поддержали, то, конечно, Западный фронт Германии бы, скорее всего, не выдержал, даже с учетом Мюнхена. Но все равно они говорят, ну, война-то начнется с нашего удара по Германии. Лихая польская кавалерия. То есть, мы нанесем первыми и разбирали. Правда, иногда смеются над польскими уланами. На самом деле, это все не вполне так. Это были уже моторизованные части, просто они назывались уландскими. Но мы понимаем, что соотношение сил все-таки у немцев только по пехоте было в полтора раза. Плюс нависание со всех сторон. И они все равно самоуверенно отказывались от советской помощи, догадываясь, что если Красная Армия придет на Украину, то неизвестно, уйдет или не уйдет. Так я скажу, она бы ушла, если бы были гарантии перед Великобританией и Францией. Если бы это была международная коалиция, было бы, наверное, иначе. А раз Польша отвергла эту международную коалицию, то уж там потом уже руки были развязаны. Каждый решал сам за себя. Конечно. Каждый сам за себя. Вы знаете, здесь с позиции Польши, ну вот подлость польского руководства того периода заключается в следующем. Вы понимаете, они же первые заключили договор с фашистской Германией о ненападении. У них выстраивались нормальные отношения. И вот в этой ситуации как раз в Чехословакии, ведь польское руководство прямо заявило тогда вот 29-го, что они перейдут границу вместе с немецкими фашистскими войсками. То есть они открыто поддержат. В Мюнхенском сговоре не говорилось о этих территориях, которые Польша потом все присоединяется. Сделалось так, что английское руководство ставило Бенниша в известность о том, какого числа это начнется. И что оно начнется с того, что поляки спровоцируют конфликт на границе с Чехословакией. В результате, ну типа чехословацкие войска нападут на польскую территорию и будет вот такая провокация. Что Гитлер один к одному по этому их польскому сценарию совершил в ночь на 1 сентября с самими же поляками. Вот они получили то, что они сами замышляли. Так ведь? Да, совершенно верно. И там был еще такой нюанс интересный. Ведь французы, положение которых тоже довольно двойственное, надо признать, они просили поляков отложить тешинский вопрос до разрешения всего этого кризиса. Понимая, какая-то карта в руках Гитлера. И поляки Бек ответил, что если мы отложим, вы потом не вернетесь к этому вопросу. Потому что мы хапнем сейчас. И действительно, войска вошли, как вы справедливо сказали, Мюнхенский сговор не предусматривал вот эту вот тешинскую проблему, словацкую проблему, вообще венгерские эти все вопросы. Но они тут же, они заняли это войсками, венгры заняли. Потом был так называемый первый венский арбитраж, где арбитрами были уже не Чемберлен и Франция, а только фашистские державы, которые сказали, это сюда, это сюда, разделим, поделим. Второй, кстати, арбитраж ударил по Румынии. Между прочим, Венгрия получила Трансильванию, ну, часть Трансильвании. То есть, они уже начали Восток Европы делить, как им нравится. И Чемберлен пока был спокоен. Ага, ну вот они, движутся на Восток, прекрасно, то, что надо. И здесь интересный момент. Вот посмотрите, насколько Гитлер цинично обыграл Деладе и Чемберлена. Ведь они после Мюнхена, после мюнхенского сговора, этого соглашения, подписали декларации о ненападении из Германии, с Франции и Великобритании. И что они получили? Полностью наоборот. Они получили все полностью наоборот. Да, войну. То есть, для Гитлера, ну, никаких, никакого слова он не держал, не давал. То есть, эти ценности, эти бумаги, этот договор для него не присутствовал. Это было средство для достижения, вот просто своих целей. В общем, надо признать, что Сталин в этой ситуации был прав, что отстаивать систему международной безопасности, международного права, все-таки нужно силовым путем. Если кто-то начинает двигать границы, потому что там люди говорят на языках, значит, за этой границей или как-то иначе, может рухнуть весь дом. Поэтому нужно останавливать в первый же момент. Вот как кто-то начинает двигать границы не по общему согласию, это путь к войне. Да, да. И вот вы понимаете, вот позиция здесь Лиги Наций оказалась... Про образ организации Дневных Наций. ...никчемная. А сегодня что, Санкт-Петербург, мы видим, да, Соединенные Штаты Америки, что хотят, то и творят во всем мире, да. Хотят бомбят. И не только они. Хотят, нет, да. И те же европейцы сами. Вспомните тот же пример Югославии. Югославию раздерзали точно, как Чехословакию в 1938 году. Только этих вот на нашей истории вот сейчас. Вот поэтому я сейчас поймался на мысли, что терпеливый наш телезритель наверняка задался целью. Почему именно... Вот мы обсуждаем. Какова цель этого разговора, на ваш взгляд? Почему именно сегодня надо говорить о событиях 80-летней давности? Какие исторические уроки следует из всего этого вынести? Ну, давайте с вас посмотрим. Ну, обсуждаем-то мы. Понятно, почему. Потому что юбилей. Сейчас вообще очень интересный юбилей. Тут 18-й год. Знаете, сколько юбилей? Да. Юбилей по 18-му году. И, кстати говоря, будет юбилей окончания Первой мировой войны, который касается всех по существу наших народов. Да и, в общем, 18-й год для Бессарабии – это год колоссального значения. Ну, да. Поэтому 38-й год тоже мы вспоминаем, в общем, по такому юбилейному поводу. Потому что мы, историки, вообще не прекращая говорим об этом. Это хорошо, что журналисты вот юбилейно обращаются к этим замечательным датам. Но уроки, в общем, мы о них уже начали говорить. Да, конечно. Что стало ясно, есть некоторые приоритеты. Если вы хотите сохранить мир в Европе, то нельзя в одностороннем порядке менять систему международного права. Нельзя, даже если есть какие-то, особенно с точки зрения националистов, мотивы. Что удобнее, чтобы люди, говорящие на одном языке, жили в одном государстве. Лично я так не считаю. В современном мире мы уже, по-моему, в интернете переписываемся без большого труда. Просто с помощью переводчика. То есть, современный мир, он меняется. А вот это архаическое стремление контролировать население силовым путем, оно еще сохраняется. Поэтому я сторонник международного права. Я все время на Мюнхен показываю, когда происходит его нарушение. Посмотрите, чем это может кончиться. Второй очень важный момент. Мы сейчас живем в эпоху, которая похожа на 30-е годы. Вот еще почему. Мы живем в эпоху мирового экономического кризиса. Он никуда не делся. В 2008 году он начался, особенно для нашего пространства, вот восточноевропейского, назовем так. Напряженность нарастает, социальные проблемы у людей нарастают. Люди ищут выхода. И на этой волне есть люди, которые хотят, чтобы, ну вот, как я понимаю, здесь есть люди левых взглядов, смотрят люди левых взглядов, все-таки бороться за социальные права людей. И за счет этого выйти из кризиса, как это было сделано, там, Рузвельтом, шведским социал-демократами, ведь это ценный опыт. Либо отвлечь людей и начать рвать народы на куски, резать их. Устроить войну. Вот, да, даже, может быть, резать границами, раскручивать эти националистические инстинкты. И это циничный выход мировых элит, которые они и сейчас тоже используют, чтобы отвлечь внимание людей от борьбы за социальные права. Ваше видение, каковы главные итоги Мюнхена? И, может быть, есть какие-то, на ваш взгляд, ну, не знаю, отголоски Мюнхена и на историю Молдовы? Конечно. Ну, вот посмотрите, я не случайно сказал о Югославии. Ведь, действительно, эту страну растерзали, разделили на части, при абсолютном попустительстве европейцев и их прямом участии. В условиях националистической истерии. Да, да, с той националистической истерии. Они там первый раз обкатали вот эту свою оранжевую революцию, когда законно избранное правительство, президент свергается и так далее. То есть, это все было сделано руками Соединенных Штатов Америки и Европы. Вот это первый пример. Но, вообще, если до этого говорить, по большому счету, развал Советского Союза мы можем переписать точно туда же. Почему? Потому что это большая трагедия для нашего постсоветского пространства, для тех народов, которые населяли эту большую... Но, на славу богу, не бомбили. Да, великую страну. Ну, а они не бомбили, потому что боялись, потому что все-таки ядерное оружие, оно никуда не делось, оно было на территории России. А мы все-таки не Чехловакия. Да, и все-таки это срабатывало. Да, планировалось каким? Спокойным путем расшлинить Чечня, появились многие другие там проблемы. Если бы к власти не пришли прагосударственники, которых возглавляет Владимир Путин, да, если они... Вот видите, поэтапно, вспомните вот его годы управления, первое четырехлетие, да, вот эта тихая, молчаливая борьба с олигархами, потом второе, потом примеры. Сейчас вот сегодня он действительно поднял Россию, двигает границы и решает многие проблемы и к нему прислушивается. Противоборство сегодня Китая, Соединенных Штатов Америки, мощная экономическая Китай, фактически первая экономика мира. Можно плюс-минус говорить, но это уже фактически так. Теперь противоборство Соединенных Штатов Америки и Европы. Происходит рост межимпериалистических противоречий, как и в то время. Соединенные Штаты и Европа, почему они Россию, вот эту северную ветку, эту газовую против нее не пускают, они хотят продавать свой газ Европе, по высоким ценам дихтовать свои силы. Все это напоминает обстановку Великой Депрессии, когда все драли куски друг у друга, Японию, Маньчжурию. Обязательная квота для стран НАТО на перевооружение все остальное, ведь это американский военно-промышленный комплекс обогащается, а старые списанные танки, вот они будут перевооружать нашу молдавскую армию, опять же они дадут кредиты, а мы на эти кредиты купим их старые танки. Когда мы говорим, танки, танки, не мыло, не колбаса, не профсоюзные гарантии, не продолжительные дня, танки, ракеты, какие мы делаем замечательные танки, а вот мы вам продадим, какие у нас ракеты, они до вас долетят, а наши до вас долетят. Вот это 30-е годы, это вот ремилитаризация Германии, которая была... С 36-го года, когда они начали, да? С 35-го, да, с 35-го, все. Вот это вот ремилитаризация, все в ответ в испуге начинают свою ремилитаризацию. Гонка вооружений висит по Чехову, ружье висит на стене, вот сейчас ружье тоже висит на стене. Она когда-то выстрелила. Для всех людей доброй воли это огромный знак, что нужно разворачивать вектор сейчас. Ружье выстрела 1-го сентября 1939-го, когда начинают вести отсчет Первой мировой войны, а потом 22-го июня 1941-го, это Великая Отечественная война. А китайцы поспорят, раз мы упомянули Китай, китайцы говорят, нет, 7-го июля 1937-го года выстрелы на мосту Люгацау, Марка Пола, когда Япония напала на Китай, это начало Второй мировой войны, потому что это ваши европейские дела, а война-то мировая. Все правильно. И Китай тоже участник, да, и Китай участник с 1937-го года. И вот как это на нас отражается. Вы знаете, вот лично меня, просто как обычного рядового гражданина страны, беспокоит один момент, что наше проевропейское правительство, так называемое, олигархическое, оно стремится влезть вот в эти разборки между великими державами, да, в геополитическое противоположие. Вот не дай бог по аналогии Польши. Европейского союза с Россией, Россией с Соединенными Штатами, Соединенных Штатов Америки с Китаем. И вот эти все, вот извините, туповатые заявления, да, там в организации объединенных наций о выводе там российских каких-то оккупационных войск. Все прекрасно знают, да, все прекрасно знают, что это миротворческий контингент, что их там тысяча с чем-то человек, что они не решают здесь проблемы, что нет тяжелого вооружения. Но все равно, вот это вот под эгидой Соединенных Штатов Америки, вот идет выступление, идет попытка, попытка влезть в это и выиграть, как это пытались сделать поляки, как это пытались сделать некоторые наивные вот европейцы. Я как человек вот со стороны, поскольку я не участвую в ваших предвыборных кампаниях никак. Но у нас сейчас не идет объявленный выбор, но мы живем пока в обычном периоде. Я бы обратил внимание на другую сторону положения Молдавии, независимо от того, кто будет у власти и в каких конфигурациях. Понимаете, это с одной стороны страна, ну, безусловно, европейская, а с другой стороны страна постсоветская. И это идея моста, это идея вот пересечения какой-то интерференции сообществ. Потому что есть многое, в чем надо с Евросоюзом и сотрудничать, а не враждовать. Если бы вот Молдавия и другие, может быть, страны, которые находятся в этом пространстве, взялись бы за это. Это, кстати говоря, была мечта Беныша, но она была наивно применительна к временам Холодной войны. Он думал, что Чехословакия послевоенная станет этим мостом. Ну, вот он тогда проиграл, и мы сегодня много горьких слов о нем сказали. Давайте вот в чем-то его и поддержим. Вот если бы Молдавия, там, ну, не буду называть других, поскольку мы в Молдавии, взяла бы на себя миссию одного из мостов между вот этими полюсами, которые сейчас образовались, это был бы один из путь для того, чтобы разрядить эту бомбу. Конечно. Тем более Молдавия сегодня находится в очень выгодном положении. Она имеет соглашение с Европейским Союзом, и она имеет отношение с СНГ и с Россией. Если еще подключить вот евразийское экономическое пространство, мы просто будем выигрывать. Вы могли бы быть таким приятным ответвлением великого шелкового пути для вот этой стремительно развивающейся Поднебесной и выиграть от этого. Конечно. Я вам могу назвать, вот Станислав и телезрители хорошо знают, вот только закончился у нас первый российский, это, Молдавия, российский экономический форум. Россия, бизнес открыто говорят, мы готовы ежегодно у вас складывать один миллиард. Возьмите, ребята, вот во время этого форума было подписано 8 соглашений на 250 миллионов. Но россияне готовы, говорят, ежегодно один миллиард даем, возьмите и берите. Не на танки ржавые американские, не на оружие, а на рабочие места, на производство, на развитие экономики. Очень хорошая перспектива. Спасибо вам за этот очень живой разговор. Я хочу сказать, что для нас журналистов история всегда являлась таким источником не только знаний, но и возможности реализовать свои профессиональные навыки. Ну и при том, это ведь, ну, это школа, которая учит и которая помогает понять, что нам ждать в дне завтрашнем. Потому что ведь, знаете, как вот Карл Марк в свое время говорил, кто самый большой ретроград, молодой человек или человек в возрасте? Ну и на опережение отвечал. Конечно же, самый большой ретроград молодой человек, потому что он знает, как было, но он не сможет знать еще, как может быть еще. Человек в возрасте, человек, знающий историю, знает, как может быть еще. История нам помогает разбираться и в дне завтрашнем. Я надеюсь, что нашим телезрителям было интересно, и обратят свое внимание на исторические факты этого периода, поймут, в каком сегодня мире мы живем, чего ждать, и, наверное, будут в следующий раз сделать какой-то свой правильный для своего будущего выбор. Спасибо вам за этот разговор, всегда будем ждать вас в нашей студии, и вас, Борис, и вас, Александр. Приезжайте к нам в Молдавию, мы любим гостей принимать, и нам это нравится, знаете, так сказать, ментально просто, что к нам приезжали. Спасибо вам. Спасибо. Мы смотрели программу «Персональный акцент», у нас в гостях был историк и доктор философских наук, а также доктор Борис Шаповалов, а также наш гость из Российской Федерации, доктор исторических наук Александр Шубин. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»